Провокации, потасовки, сообщения о минировании и даже стрельба. Так сегодня проходили повторные выборы в одной из объединенных территориальных громад в Одесской области. Удалось ли в итоге проголосовать, расскажут наши корреспонденты. Четыре избирательных участка Цебриковской объединенной территориальной громады открылись вовремя, но почти сразу приостановили работу. Поступило сообщение о минировании зданий. Ожидая взрывотехников, полиция территорию оградила, но на место прибыл народный депутат Вадим Ивченко. Он прорвался на участок, утверждая, что выборы незаконны. Не трогайте меня руками. Меня не трогайте руками. Не трогайте меня руками. Народный депутат ворвался сюда в помещение, переворачивал урны, раскидывал, кричал, что здесь можно испражниться в них. На улице потасовка между полицией и протестующими против перевыборов. В это время у помощника, прибывшего нардепа, правоохранители обнаружили пистолет. Мужчину уложили на землю, оружие оказалось зарегистрированным травматом. Его ему вернули, но внезапно раздался выстрел. Мужчина утверждает, пистолет выстрелил сам, но очевидцы говорят другое. Я его вытаскивал в этот магазин. Он выстрелил. Что мне сделали? Его уводили в сторону, отдали ему оружие. После чего он в сторону полиции просто развернулся и выстрелил. Никаких документальных доказательств того, что выборы незаконные, нардеп так и не предоставил. Депутат облсовета предполагает, доказательств попросту нет. И задача народного депутата сорвать выборы. Вот и все, что происходит на сегодняшний день. Им все равно как. Они минируют. И здесь куча проплаченных активистов, которые приехали опять с Ильичевского, с Килийского района. Пока взрывотехники проверяли участки, десятки жителей Цебриковской громады терпеливо ждали и жаловались на провокаторов. Это специально делают задержку, чтобы не проголосовали, чтобы люди разошлись, чтобы люди боялись, чтобы люди не могли давать голос. И мы ждем до победы. Лишь после полудня избирательные участки снова открыли двери. У кабинок сразу выстроились очереди. Очевидно, голосование ждали многие. То, что делают коллеги, оппоненты, это абсолютно не демократия. Если есть какие-то вопросы, я считаю, они должны решаться в судах. Так как это дело наша политическая сила, добиваясь здесь повторных выборов. В итоге повторные выборы в Цебриковской ОТГ состоялись. И возможно уже завтра будут оглашены результаты. Напомню, выборные страсти здесь кипят с минувшей осени. Первое голосование было в октябре. Тогда в борьбе за кресло председателя ОТГ якобы победила кандидат от Батькивщины. Но ее оппоненты опротестовали это, указывая на нарушения и подтасовки. И в результате все-таки добились перевыборов. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область.